У Дягилевского фестиваля параллельно с основной программой, ну конечно же очень глубокой и серьезной, с посещением спектаклей и лекций, с участием звездных критиков, существует так называемая еще и клубная, куда можно прийти абсолютно свободно и устроить свое шоу и стать самому звездой Дягилевского фестиваля. Ваша сцена это сквер около театра оперы и балета и это спонтанный танец, вы приносите сами любую музыку, делаете все, что хотите, танцуете и взаимодействуете со средой, с людьми, вовлекаете все, что угодно. Место, где можно пообщаться с другими людьми, посмотреть на творчество других людей. Я, например, занимаюсь танцами, показываю, что я умею, все всякие движения разные, пытаюсь поделиться, чтобы другие тоже учились этому. Я вообще из Челябинска, у нас нигде нет такой штуки, ну, по крайней мере, я ни разу не встречала, чтобы прям люди куда-то выходили, танцевали, потому что и правда иногда идешь, хочешь танцевать, а на тебя смотрится очень странно. А это уже ключевое событие фестиваля, состоявшееся накануне российская премьера хореографического спектакля «Не спать». Новая постановка режиссера Эллена Платтеля отталкивается от творчества австрийского композитора Густава Малера, транслирующего настроение эпохи большого ускорения и разрушения, которая привела к Первой мировой. Соавтор Эллен Платтель, как обычно, пригласил композитора Стивена Пренгельса. Тот перемешал фрагменты из симфонии Малера с африканскими ритуальными песнопениями и ритмами. Это наше предупреждение зрителям. Нельзя спать, то есть пребывать в состоянии равнодушия к тому, что творится вокруг нас. Мы живем в очень неспокойное время. Не зря спектакль отсылает нас к эпохе Первой мировой, когда человечество, самоутверждаясь, заигралось в саморазрушение. Сейчас такой шаг для нас может стать последним. Любит высокое небо и древние звезды поэт. Часто он пишет палаты, но редко он ходит в балет. Это строки из стихотворения, которые поэт посвятил звезде императорского балета. Вот такой энергичный поэт. А балет не ходил, но звезду преследовал. Назовите поэта. Вот так выглядит интеллектуальная кухня фестиваля. Музыкально-интеллектуальная игра Music IQ для аудитории Дягилевского. От музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» и клуба «Интеллектуальная кухня». Виртуозная возможность не дать себе заснуть, а заодно расширить ощущения от фестиваля, вложив в него свою игру. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».